Представители так называемого общественного движения ЗАЗАЗа в составе трех избранных минимальным числом голосов избирателей депутатов продолжают распространять недостоверные сведения о совхозной амбулатории. Мы попросили прокомментировать информацию о якобы завышенной цене аренды здания вместе с оборудованием и прилегающей стоянкой. Я являюсь директором культурного центра совхоза имени Ленина. Нам в оперативное управление было передано здание амбулатории с оборудованием стоянкой возле него. На данный момент мы ждем продолжения переговоров по вопросу заключения договора на 2022 год. В интернете появилась информация, что мы хотим 10 миллионов рублей за год. Это откровенная ложь. Наш культурный центр проинформировал руководство Видновской клинической больницы о фактических затратах собственника здания ЗАО совхоза имени Ленина на 2021 год, которые составляют 10 миллионов рублей. При этом мы подчеркиваем, что предлагаем заключить договор на 2022 год на тех же условиях, не меняя цены контракта 4,8 миллиона рублей за год, как и предыдущие годы. Во-первых, контракт этот невозможно было подписать, потому что в самом контракте и в техническом задании совершены ошибки. Не бывает у здания два первых этажа. Потом понятно, что мы предлагаем заключить контракт не на условиях, которые по 44-му закону они предлагают, а в том же 44-м законе есть еще одна статья, которая позволяет у единственного поставщика получить контракт на тех же условиях, которые мы заключали и с амбулаторией совхоза Ленина, когда она была автономной учреждением. Но потом в контракте не учтены расходы на охрану, на текущий ремонт, на капитальный ремонт, на уборку территории вокруг. Почему-то новое руководство захотело отказаться от стоянки, хотя стоянка просто необходима, потому что амбулатория, скажем так, обслуживает не только сам поселок совхоза, но еще 10 деревень. Вот все жители и приближающие территории, они приезжают на машины. А где эти машины будут ставить? Во дворах наших домов почему-то новое руководство решило, что ни текущий, ни капитальный ремонт – это не их проблема. Мало того, мы заключали договоры на коммунальные услуги, потому что отапливать, давать электричество, воду, канализацию – тоже необходимо. Мы им предложили заключить договора, а они написали в контракте, потому что это вопрос не их, это вопрос арендодателя, что в принципе неправильно. И поэтому сумма 4 800, которую называют, она уже 5 лет не менялась, она льготная. Лифт, который работает там, он же требует обслуживания. Почему вдруг поликлиника решила, ну или там новое руководство решило, что не нужно обслуживать лифт? Вот. Поэтому, ну, это нормальный процесс переговоров, никто, естественно, никогда не собирался выселять никого, но ясно, что все дорожает, а арендная плата не менялась 5 лет. Правило, просто ездил в Министерство здравоохранения, доказывал с цифрами, что нужно платить. И поэтому он решил существенно сэкономить, потому что непонятно, почему контракт на 11 месяцев только заключается, а не на год. Ну или там, ну, хотя бы на 364 дня, мы никак не можем понять. Там логики никакой нет в этом контракте. С вами был ТВ Сафос. Подписывайтесь на наш канал. И, как прежде, берегите голову и уши от вранья про Павла Грудинина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok